Всем доброго времени суток! Вы на канале вязание с крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! Я приступила к соединению модулей своего пледа и решила с вами поделиться, снять такой небольшой мастер-класс, как я соединяю квадраты между собой, вдруг кому-то это пригодится. Хочу показать, что получается вот такой красивый, ровный, можно сказать, шовчик, который мне очень нравится, как смотрится. Мне кажется, что это одно из самых идеальных сочетаний. И на обратной стороне это выглядит вот так. То есть тоже довольно-таки все аккуратно. Для того, чтобы соединять плед тем методом, который я покажу, наши квадраты, мотивы, называйте как хотите, должны быть обвязаны и иметь вот такие косички со всех четырех сторон. Мы просто обвязываем полотно столбиками без накида, либо если вы вяжете от центра, бабушкин квадрат или другие узоры, то такие столбики у вас уже присутствуют. Это очень объемный, поэтому я его соединяю сразу на диване, чтобы не провисали петельки, чтобы он не провисал, мне так удобно. Начинаем мы снизу вверх и берем нашу пряжу, которую мы соединяем, наши квадраты, крючок и приступаем к вязанию. Для начала я закрепляю ниточку на крючке. То есть вот обычная петелька, чтобы у нас была. И теперь нам нужно найти крайние петли. Это у нас угол квадрата. У нас две полупетли, да, как обычно в обычной петельке. И мы поднимаем одну полупетлю, которая находится ближе к нам. На одном квадрате. То же самое мы делаем на этом квадрате. Мы поднимаем ту полупетлю, которая ближе к нам. В итоге у нас получаются три петли на крючке. Первая петля довольно-таки сложная, но нужно приспособиться. Так, я перекидываю, чтобы нить рабочая была от нас. Да. И провязываю все три петельки соединительным столбиком. Вот таким образом. Первая петля есть. Далее мы повторяем то же самое с последующей петлей. Поднимаем ближнюю к нам стенку на первом мотиве, который находится справа. Далее поднимаем стенку, которая к нам ближе, на втором мотиве, то есть который находится слева. Я держу ниточку несколькими способами, потому что просто так сложно довольно-таки схватить. Я накидываю рабочую нить на указательный палец, задними прижимаю, вот так загибаю и большим зажимаю ниточку. Вот она у меня никуда не одевается. И подцепляю уже на нее крючок. Провожу соединительный столбик. И вот здесь образовывается петелька. Я ее затягиваю. Вот. Давайте еще раз покажу. Мы подхватываем две полупетли. Сначала справа налево всегда это делаем. Подхватываем указательным пальчиком, большим зажимаем нить. Протаскиваем. Вот у нас получается здесь петелька. И мы ее вот так затягиваем. Я поднимаю вверх петлю, потом вытягиваю ниточку. Я полотно поднимаю для того, чтобы показать вам. Вообще работаю прямо на диване и с довольно-таки большой скоростью, когда вы проноровитесь. Я поднимаю петельки. И пропускаю, затягиваю. Поднимаю петельки. Не забываем, что мы поднимаем только одну полупетлю. Пропускаю, затягиваю. Кому неудобный вот такой способ с указательным пальцем, можно сделать другим способом. Я поднимаю петельки. И вот как мы на спице набираем петли, вот так делаю расширение и на него накидываю крючок. И все то же самое. Подтягиваю петлю и ниточку. Давайте еще раз покажу. Поднимаем наши полупетельки. Располагаем ниточку. Накидываем на нее крючок. Завершаем соединительный столбик. Отпускаем нить. Вытягиваем петлю. Поправляем нить. Все, соединение получилось. Ну и так делаем каждую петлю до того момента, как у нас закончится квадрат. Следите, чтобы петельки шли параллельно друг к другу и не повторялись. То есть в одну и ту же петельку мы делаем захват ее только один раз. И таким образом соединяем все петельки между собой. И продолжаем до конца нашего ряда. Вот у меня до конца дошел квадратик. Это другой квадратик, но суть не в этом. Что мы делаем? Вы видите, что когда я провязываю плед, я его просто двигаю на себя, чтобы мне было удобно на краю дивана работать. Мне удобно так. Удобная опора рук и полотно не висит. Конечно, кому-то может быть удобнее будет работать на столе. Работайте, конечно, на столе. Каждый выбирает, как ему удобнее и комфортнее работать. Итак, вот мы провязали наши последние столбики, сделали последнее соединение. Дальше нам нужно сделать воздушную петлю. Это делается для того, что когда мы пойдем соединять детали по горизонтали, у нас будет еще вот такое соединение. И нам нужно пространство воздух, чтобы наши детали не перекосило. Для этого мы делаем воздушную петлю и, собственно говоря, начинаем так же, как и в начале ряда. То есть мы ищем угловой столбик, подхватываем полупетлю справа и подхватываем полупетлю слева. Далее мы подтягиваем нашу ниточку и провязываем соединительный столбик. Здесь вот нужно подтянуть, чтобы у нас свободно был вот этот вот воздушная петелька. Вот она нам освобождает небольшое пространство для ряда, который будет у нас соединяться по горизонтали. Ну и дальше мы продолжаем так же, как и соединяли, поднимая следующие полупетельки, которые располагаются ближе к нам. И провязывать их соединительным столбиком. Дальше я вам покажу, как мы будем соединять полоски по горизонтали. По горизонтали наш плед мы соединяем точно так же, в начале и в середине. Здесь единственный момент, который я вам покажу, это когда перекликаются квадратики. Вот эта воздушная петелька, которую мы поднимали. На самом деле здесь все просто. Вот мы провязали последние наши столбики, подняли. И я просто продеваю крючок внутрь воздушной петли. Вот она. То есть подхватывая за одну стеночку. И так же провязываю соединительным столбиком. Далее мы подхватываем следующий столбик. Смотрим, какой у нас не взят в работу. И все. Так же провязываем. Давайте несколько провяжу вместе с вами. Вот так это выглядит ближе. Спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что в моем видео я помогу вам красиво соединить квадратики. Продолжение следует...